Всем доброго времени суток. Видел вчерашний эфир, аж три эфира, на площадке Александра Лаврентьева, так называемого «Лебененка». Весь этот спектакль, правильнее сказать, цирк, этот цирк был ожидаемый. После того, как официально были открыты организации, мною, не очень поступило много звонков, которые и с предложениями, и с плохими намерениями, и с наездами. Поэтому весь этот цирк был ожидаемым. Что ты хочешь, Саша? Перевести сейчас тему на меня, чтобы начали разговаривать за меня, и забыли про то, что ты сделал? Про все твои пирамиды, все твои махинации? Про то, сколько ты денег людям должен? Ты потянул столько людей, какую-то Жасмин, которая была представителем «Талантливые романы» на протяжении безгоду недели. Я даже ее не знаю, которая не участвовала ни в одном сборе, а очень много говорит, очень много рассказывает. Интересно, сколько ей заплатили за это? Какой вопрос по поводу того, что я половину сборов, которые идут на людей, кладу себе в карман? Тогда, получается, все представители, которые со мной, либо в теме получают деньги, либо все об этом знали, никто об этом не рассказал, и столько лет были со мной? Тогда возникает к ним очень много вопросов, я думаю, от всех. Но, кстати, ни один сбор не походил на мои личные карты. Если я брал деньги себе, и вы об этом знали, то докажите. Не пустышками кидайтесь, не словами кидайтесь в эфире, а докажите все это. С учетом того, что большинство сборов шли на карты людей, и деньги поступали напрямую со сборов к ним на карты. А теперь, по поводу Руслана. На самом деле, я его и не знал. Я его узнал, когда ему нужна была помощь. Его выкинули родственники из дома. Ему некуда было пойти. Он обратился ко мне за помощью. Я его услышал, решил поддержать. Отправил ему 10 тысяч рублей. Кстати, у меня есть переписка с недельной. Благодарит. Сейчас вам зачитаю. Он присылает на мне карты. На кого? Александру Злуеву. Тут его фотография. Вот чек, я ему отправляю 10 тысяч. Дальше он мне пишет. Сергей Александрович, спасибо большое. Не думал, что чужие люди оказываются ближе, чем родные. Я не подведу в любом случае вас. Я ему отвечаю. Я тебе не чужой. Он отвечает. Сергей Александрович, я это понял и буду знать так же. Дальше ему админец рабочей карты отправляет еще 5 тысяч рублей. Еще тысячу рублей. Руслан, ты выступил это, чтобы не отдавать деньги. Так я тебе сразу сказал, что я тебе просто помогаю и отдавать эти деньги не нужно. Дальше ты затрагиваешь и радуй Зубаровну. Хотя ты знал, что она не в курсе. Ее там не было и она об этом вообще не знает. Поругались в чате. Причем причиной ругань был ты. Ты создал конфликт в чате. И после этого админ ругался с Аникой. А ты за всем этим наблюдал и подливал еще и подливал, настраивал админа против Аники, который заступился за тебя, не за кого-то. И ты сидел в чате и молчал, наблюдал за всем этим. Тебе это нравилось, как за тебя заступается и ругается. Ну если ты такой, Романо чего? Что же ты в чате не остановил все это, не сказал? Не надо ругаться за меня. Я сам все решу. Я такой хороший, я такой крутой. Ну ты сидел и молчал в чате и наблюдал за тем, как админ и за тебя, за тебя встав ругается с Аникой. Ты хороший человек. Мужчина. Настоящий мужчина. Романо чего? Чачино. Ну зато в прямом эфире ты выходишь и кричишь на весь свет, что поступили так, поступили так. Хотя ты знал, еще раз повторюсь, что и Рада Зубаровна об этом даже не знает. Всем доброго времени суток. Я хотела бы уточнить некоторые моменты, сказанные Русланом из Кемерово в группе Царе Рума в прямом эфире. Рада Зубаровна не знала наших конфликтов, что у нас там творится в чате, кто с кем ругается, за кого ругается, кто кому доводится, кто кому приводится, какие родичи, какие чего. То есть женщина в курсах вообще не была ни о чем. И до Глушкова это дошло тот момент, когда я стала жаловаться на его админом ему. Все. После моей жалобы был исчерпан вопрос сразу на корню. Ты использовал ее имя? Для чего? Значит вам было выгодно зацепить ее имя в вашем разговоре. Ты же так откричал на весь мир, затрагивая ее имя. Хотя знал, что она ни при чем. И она об этом даже не знает. Об этой ситуации и я не знал. Пока со мной не созвонились, я не услышал о ней. И она тут же закрылась буквально за несколько секунд. И ты об этом тоже знал. Но при этом ты вышел в эфир, начал кричать обо всем этом. Для чего, Руслан? Тебе выгодно это сделать? Тебе выгодно затронуть имя человека? Или тебе кто-то заставил? Или его подсказал? Я прекрасно понимаю, кто тебе подсказывал, кто тебя подталкивает на все это. У меня такой единственный вопрос. Ты почему, Руслан, вообще? Ты мой фонд назвал пирамидой? Но, видимо, ты так надеялся, что ты будешь собирать деньги себе в карман? А этого не будет. Все деньги поступают на счет фонда. И все поступления и расходования денег фонда проверяет прокуратура. И я являюсь президентом этого фонда. И всю ответственность за ваши махинации возможные в фонде понесу я. Как ты сказал там? Улетит в Израиль, а мы тут будем расхлебывать? Да нет, получается. За ваши махинации меня отправят сидеть, а вы будете на свободе. Поэтому я очень рад, Руслан, что ты сейчас показал себя. Видимо, Бог меня любит и отводит меня от неприятностей. И то, что ты себя показал, меня оберегло на будущее. Потому что ты, именно ты, мог меня подставить с деньгами, провести какие-то махинации. И в итоге бы я пострадал. Не ты пострадал, а я пострадал бы. Потому что я являюсь президентом благотворительного фонда. Все, тема за Руслана закрыта. То, что он там вытворил в эфире. Даже не надо быть очень умным. Любой человек поймет, что он сделал. Теперь я обращаюсь ко всем. Кого я обманул? Кого я кинул? У кого взял деньги и не вернул? Кого подставил? Кто из-за меня подстрадал? Выйдите и скажите об этом. Если вы думаете, что вас не выпустят на талантливая рума World News. Есть в ВК талантливая рума. Где вы можете сами, без админа, разместить видео. Но только с фактами и с подтверждениями. Возможно, мое имя было использовано в какой-нибудь схеме, в какой-нибудь теме. А я об этом даже не знаю. Судя по словам Руслана, я теперь могу все, что угодно ожидать. Может быть, меня использовали в какой-то теме, где-то обозначили, где-то мной пугали, где-то за меня говорили. Выйдите и скажите об этом. Я хочу об этом знать. Итак, чужие группы мне приписывать не нужно. У меня много своих групп. И я на любую могу выйти и сказать все, что я хочу. Хотя я и так уже о всех вас все сказал. Я до вашего уровня не опущусь. Я не блогер. Мне не нужно выходить каждый день и тявкать в эфире по поводу вас, что я такой хороший, а вы такие плохие. Я за это время о вас уже все сказал. Мне не нужна аудитория, мне не нужна популярность, мне не нужна эта известность. Все, что нужно о вас я уже сказал. И сказал на своих группах. Еще раз повторюсь. Мне для этого чужие группы не нужны. У меня своих достаточно. Если вы думаете, что вы такие идеальные, и вас весь мир цыганский поддерживает, и за вас не могут открыть группы другие люди, то вы очень ошибаетесь. Я знаю сотни, тысячи людей, которые выступают против вас. Любой из них мог открыть эту группу и говорить за вас. Это его право. Но мне чужие группы подписывать не нужно. Я вас не боюсь, чтобы делать чужие группы. Я вам оценку всем уже дал. Гопники. А теперь о тебе, Александр Лаврентьев. Великий махинатор в цыганском мире. Для чего ты вчера это все провел? И так понятно. Ты должен людям деньги и не отдаешь. И хочешь сейчас со своей темы перевести тему на меня. Не получится. Я уже говорил о тебе и о твоих махинациях. Кто-то людей услышал, но кто-то не услышал и вложил в тебя деньги. Я хочу сейчас немножечко рассказать, чтобы люди понимали и знали и не верили в твой бред, который ты несешь. За твои криптовалюты, которые расположены на мусорке, так называемой. То есть, это биржа, мусорка, куда скидывают весь мусор криптовалют. Которая никогда не поднимется, она никому не нужна. Давайте посмотрим цены его криптовалюты на этой бирже. На единственной бирже. Потому что ни одна нормальная биржа, настоящая, не пустит его криптовалюту. Ни за какие деньги. Цена его криптовалюты КРГ, которая стоит две тысячных центра. Даже копейки не стоит. Его так называемая ООРа, которую он так сильно рекламирует. Его цена получается 15 миллионных. Там даже копейки нечего говорить. А за сколько вы ее покупали? За сколько он ее вам вталкивал? За какие деньги? Сколько вы потеряли на всем этом денег? Задумайтесь об этом. И это и есть пирамида. И это и есть махинация. Которую вас втащили. Вот вся его гоп-компания. И вы потеряли на этом деньги. По поводу его так называемых заморозки счетов. Ни на одной нормальной бирже. Настоящей бирже. Я играю на бирже уже более 15 лет. И никогда у меня не было таких проблем ни с какими суммами. И сейчас у меня нет ни одной проблемы ни на одной настоящей бирже. Никогда они деньги не замораживают. Никогда нет проблем с верификацией. Всегда деньги выходят в срок. Поэтому вас просто обманывают. За счет ваших же денег. Он просто их вам не отдаст. То, что он вас обманывает. Что он там запускает свой мессенджер. Спутник какой-то. Не верьте в это. Что он разместит опять очередную криптовалюту. И будет продавать ее. То за 10 долларов. То за 5 долларов. И дешевле он ее продавать не будет. И вы должны верить, что он 200 миллионов долларов на этом поднимет. Да никому его мессенджер не нужен. Таких проектов каждый год с десяток тысяч по всему миру. И ни один из этих проектов не выскакивает. Потому что и так мессенджеров достаточно. Никому они больше не нужны. И никто вкладывать в них деньги не будет. И вы свои деньги оттуда не получите. Он вас обманул и кинул. Уже примите это и смиритесь с этим. Валентин, что там кричал в интернете? Что ты со мной по звонку разберешься в рамках закона? Со мной и с моими организациями? Вот этого я и ждал. А теперь докажи всему миру. Что ты разберешься по звонку со мной? Вот я. И с моими организациями. Вот документы. Хотя они все есть в интернете и зарегистрированы в Минюсте. Я даю тебе на это 72 часа. Два часа доказать всему миру, что ты в рамках закона разберешься со мной и с моими организациями. Через 72 часа ты развязал мне руки. И я поступлю с тобой в рамках закона. Я не буду бросаться словами, как ты. Я много не говорю. Я делаю. Теперь всем добра. Время пошло.